В Генштабе ответили на обвинение, что Херсон сдали без боя истории командира роты. Генштаб ВСО опроверг фейк о том, что Херсон сдали истории командира танковой роты Дмитрия Дозирчева. Военный за бои на юге получил высшую награду Герой Украины. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на интервью танкиста изданию «Хромацкое». Дозирчий вспоминает, что подготовка к наступлению РФ началась за несколько дней. Его роту перебросили в Херсонскую область на Алешковские пески. Утром 24 февраля им сообщили о начале войны и приказали прорываться на Херсон. Танкисты должны были освободить Антоновский мост возле Херсона, чтобы обеспечить проход пехоты, однако российские оккупанты успели занять позиции в этом районе. Под мостом мы уничтожили миномет. Там уже стояла развернутая станция связи. А еще 30-40 человек личного состава были на мосту с противотанковыми средствами РПГ-7 Вейптур, то есть они уже нас ждали. Блокировали новую Каховку и ждали, что вся бригада будет выходить через это направление, пояснил Дозирчий. По его словам, украинские военные заняли Антоновский мост около 17 часов ровно 24 февраля после активных боев. Окупанты атаковали ВСУ авиацией, однако не смогли остановить штурм. Над нами пролетела вражеская авиация, три сушки. Понятно, что все попадали, люки закрыли. Две сушки вернулись и над полицейским блокпостом сбросили две авиабомбы. Не знаю, ошиблись ли они или таким образом пугали. Но в мост бомбы не попали, пролетели метров на пять дальше, упали на склон и скатились в болото, рассказал танкист. После того, как украинские военные прошли мосты, гражданские начали активно выезжать из Олешек и Херсона в направлении Николаева. Напомним, что украинские военные атакуют склады и командные пункты врага на юге, в том числе и возле временно оккупированного Херсона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.